Напомним, что в Сочи у здания морского порта продолжает работу мобильный пункт вакцинации. Привиться в нем могут как местные жители, так и гости курорта. Много ли желающих и почему они решили поставить себе прививки против коронавируса, расскажем далее. Крупные буквы на белом шатре обозначают место, куда люди могут прийти за прививкой под навесом. Перед входом примерно человек 30 в ожидании своей очереди. Процедура оформления довольно простая. Нужно взять бланк, внести в него свои данные и в порядке живой очереди зайти внутрь. Мы поговорили с людьми во время их ожидания и узнали, почему они считают, что вакцинироваться нужно. Будем сейчас ездить по России, передвигаться и сейчас с этими всеми условиями. Надо, все равно придется. Почему решили сделать вакцинацию? Заставили. Кто заставил? Все. Обстоятельства? Да. Хорошо. А боитесь, не боитесь? Боюсь. Елена и Ольга, гости курорта, решили провести время на отдыхе не только приятно, но и с пользой. Я сделала прививку еще в феврале первую, в марте вторую. А как у вас были ощущения после пола? Не было ощущений вообще. Как будто я и не делала. А почему решили сделать? Да мне мама с детства прививала, а я не болела, поэтому я решила. Я не изменяю традиции. Ну, во-первых, я считаю, что каждый нормальный, здравомыслящий человек должен думать о том, чтобы сберечь здоровье своих окружающих и свое личное. Потому что у нас есть дети, есть внуки, есть друзья. Мы должны быть здоровы, в первую очередь. Очень удобно. Дело в том, что мы из Краснодара. И когда мы услышали, что здесь можно сделать, мы, естественно, сразу же. На сегодня в крае работают более 300 пунктов вакцинирования. Местные жители и туристы также могут привиться от коронавируса. И во время отдыха на побережье здесь работают 74 мобильных пункта вакцинации. Они открыты в Сочи, Туапсе, Геленджике, Анапе и Новороссийске. Оксана Витязь, Андрей Ипатов, Александр Киреев. Время новостей. Продолжение следует...